Ничего в нашей жизни не имеет значения, только любовь. Как жаль, что я это понял слишком поздно. Вот так написал один очень известный и знаменитый писатель. Но ещё один писатель написал «Красота спасёт мир». Вы тоже знаете, кто это написал, конечно же, Фёдор Достоевский. Так вот, мне кажется, что Фёдор Достоевский немножко тут слукавил, потому что не красота всё-таки спасает мир, а именно любовь. Я оставляю без комментариев то, что я сказала. Как-то, наверное, сами подумайте об этом. Привет-привет! Всем привет, друзья мои! Я начинаю своё видео для вас после долгого перерыва. Да, многие потеряли меня, но вы знаете, со мной всё в порядке, друзья. Не беспокойтесь, я жива-здорова, чего и вам всем желаю. И, к сожалению, не только я не делаю видео, потому что слишком я занята сейчас очень сильно. Я расскажу вам об этом чуть-чуть попозже. Но и самое главное, друзья, у меня случились несколько таких проблем технического порядка, технического свойства. Но и как-то повалилась вся моя техника одна за другой, на которой я работала. Вот мой мобильный телефон, на котором у меня хранились все мои видео, он настолько заполнен, переполнен, что он начал глючить. Вот понимаете, как-то люди сразу считают, что вот таких проблем, наверное, не может быть. А вот если я не выхожу, значит, у меня какие-то проблемы личного характера. Да ничего подобного. Помимо того, что у меня в мобильном телефоне закончилась память, так у меня ещё и стабилизатор поломался. И вот сейчас вам покажу, как выглядит без стабилизатора съёмка. Она, видите, плавает картинка, дёргается. Это очень-очень некрасиво. Так мало того, друзья, вы не поверите, у меня ещё к тому же сломался микрофон, записывающий на моём лаптопе. На одном сломался давно, я перешла на другой. У меня люди, конечно, заметили, что звук стал хуже. Жалуются многие, звук у вас плохой. Да, вот так вот, друзья. Технические проблемы, их никуда не деть. Они вот они, пожалуйста. Ну и сейчас, получается, у меня на моём последнем уже маленьком ноутбуке, лаптоп я его называю по-английски, у меня на нём тоже нет звука. Всё там гудит, всё фонит. Но я хотела уже вам показать такие красивые места. Да, я говорила, что мы были на родине Шекспира в городе Статфорд. Очень много чего хотела показать вам и рассказать, но, понимаете, вот, как говорится, как ни мая я с вами не хочу общаться, а записывать никак не получается. Поэтому вот так, друзья, поймите меня правильно. Мне хочется свои видео улучшать, а не ухудшать. Я сняла для вас вот так, опять же, на коленке, быстренько-быстренько то, что сейчас у меня происходит. У меня снято очень много материала по моим поездкам. Я постараюсь, конечно, всё это купить, закупить и вам показать обязательно и рассказать обо всём подробно. Кто-то тут ещё, знаете, попрекает меня, что я много денег получаю за свои видео. У меня там вообще монетизация ушла на ноль, и меньше 60 фунтов в месяц она вообще не выплачивается. А у меня как раз вот и меньше и получается. Просмотры упали, и донатов нет, никто не хочет помогать, а все только ждут новых видео. Это вот, кстати, я показываю вам отель в Стратфорде, в городе, в котором родился и жил Вильям Шекспир. И много у меня снято материала, но об этом я вам покажу и расскажу немного позже. Обещаю, что расскажу обязательно и об отеле нашем Индиго в самом центре Стратфорда, и то, что мы там смогли увидеть. Кстати, вы знаете, опять не обошлось без мистики, и об этом будет моё видео. Я тоже обязательно вам подробно расскажу, поверите вы мне или не поверите, но у меня уже сейчас даже свидетель имеется. Вот он тут рядом, понимаете. И я сейчас озвучиваю своё видео именно на компьютере моего друга, но вы понимаете, что я не могу чужой техникой пользоваться постоянно. Поэтому, друзья, пожалуйста, донатьте хоть по чуть-чуть, ну не знаю, ну по одному, по два фунта, по сто рублей. Немножко поддержите меня, поддержите мой канал, и тогда, может быть, у нас всё и получится. Ну, а сейчас, друзья, я хочу вам показать и рассказать то, что у меня происходит. Именно сейчас, вот я делала это видео, сегодня, 3 февраля 2024 года. Боже, как летит время! Мы уже целый месяц живём в новом году. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее, давайте посмотрим. Потрясающая красота! Закат! Вы только посмотрите. Вот я рисую картины сейчас, и, наверное, что-то похожее даже. Вы знаете, жаль, что всё равно не до конца показывает эту глубокую розовую краску. Я сейчас прям даже вам покажу картины, которые я недавно нарисовала. Немного, конечно, другое здесь нарисовано. Вы знаете, у меня несколько таких картин. Я очень скучаю за нашей снежной российской зимой. Эта картина нарисована акрилом. А вот эту картину я только-только начала рисовать. Она ещё не закончена, стоит на просушке немного. Это только задний фон я нарисовала. Ну, и ещё одну я начала картину, тоже незаконченная. Ох, вы знаете, очень, конечно, интересно рисовать. Если кто желает, я могу даже показать, как я рисую. Ну, я думаю, что это, может быть, не всем интересно. А вот какое наслаждение получаешь, когда рисуешь эти картины, просто не передать, друзья. Кто знает, со мной согласятся. Ну, вы знаете, я же такая натура увлекающаяся очень. И вот, если я начинаю что-то, то всё, остановиться не могу. И вот, что для картины нужно. Вы же понимаете, чтобы картина смотрелась красиво и закончена. Для неё нужна рамка. Вот, видите. Оказалось, что все эти холсты, они не подходят в большинстве случаев к рамкам. Вот обычно, видите, больше здесь рамка очень красивая. Вот. Ну, и я, конечно же, побежала искать все эти рамки в антикварных магазинах. Вот я тут купила целый набор кистей только вот из-за этой вот кисти веерной. Потому что ей как раз снег рисовать очень удобно. Ну, и ездила в несколько магазинов всяких разных. И вот эти вот рамки, посмотрите, я, конечно, купила в огромных количествах. Потому что я собираюсь серьёзно заняться рисованием. Как говорится, сказано, сделано. Но вы даже представить себе не можете, насколько эта работа требует места. Вот у меня во что превратилась моя кухня, посмотрите. В общем-то, в эту мастерскую арт-студия. Здесь у меня рамки везде. Холсты, посмотрите, всех разных абсолютно размеров. Здесь ещё два холста. И вот ещё рамок я докупила. В чароти-шопах. Но они, вот видите, некоторые пустые, а некоторые с фотографиями какими-то. И здесь у меня старые рамки. Но это в основном А4 формат. А вот эта картина, которая мне особенно нравится, хотя я на ней тренировалась, да? Но вот она вообще ни под одну рамку не подходит. Как с ней быть, не знаю. И как мы с вами успели убедиться, любая картина смотрится в рамке гораздо лучше, да? Законченный вид имеет. Но вот к этой картине я не могу подобрать размер рамки. Я её бросила рисовать даже. Да, и кстати, если я вам скажу, почему вдруг меня пробило рисовать. И вот эти все картины, они были нарисованы буквально вот последние три недели. Я бросилась очень активно рисовать. А почему? А потому что моего друга день рождения скоро. Осталось совсем немножко. И я думала очень долго, что ему подарить. И в конце концов я подумала, почему бы мне ему не нарисовать картину. Ведь я же умею. Вот. И понимаете, я, конечно же, сказано-сделано. Я взялась рисовать. Сначала малюсенькую вот ту нарисовала. Потом вот эту стала рисовать крупную. Потом поняла, что нужна рамка. Всё вместе. Пока у меня картина стояла на просушке, я побежала закупать краски, кисти и, конечно же, искать рамы. Кто-то мне скажет, что раму можно заказать. Их делают. Да, действительно, под каждый холст лучше бы заказывать раму. Потому что просто так не найдёшь. Так вот, я узнала, сколько стоит. Мало того, что это стоит здесь в Англии. Очень дорого. Чему я поразилась. Вот на малюсенькую картину изготовить рамочку, самую-самую обычную, стоит 38 фунтов. Мало того, они настолько заняты, оказывается, что они делают эту рамку на маленькую картину больше, чем 6 недель. Вы можете себе представить такое? Я вот как-то нет. И поэтому я в срочном порядке бегаю сейчас по всем магазинам, ищу именно рамки. И рамку мне, конечно же, хочется красивую, необычную. Ну вот, как-то так. Так что вот, друзья, было бы желание. Я беру уроки мастерства онлайн. И я просто в восторге, как у меня здорово всё получается. Всё забросила, конечно же. Я говорила уже, что я человек увлекающийся. Я знаю, вы всё ждёте продолжения моей истории, истории знакомства. Ну и если говорить вкратце, то здесь всё у меня прекрасно. Мы ездили на родину Шекспира вот на мой день рождения. Мой друг сделал мне такой великолепный подарок. Я практически уже приготовила видео, но вот выложить его я не успеваю. Я очень занята. Мы живём сейчас на два дома, ездим туда-сюда. И, как вы понимаете, это сложно через канал. Я езжу к нему, конечно же, без автомобиля. Он меня там встречает в Саус-Хэмптоне. И потом ко мне он приезжает уже на фэре автомобильном. Но сегодня я не буду здесь особенно углубляться, рассказывать вам подробно. Да, единственное, что могу сказать, что я снова уезжаю. Мы вместе снова уезжаем в отпуск в середине февраля. Вот, поэтому у меня всё прекрасно, замечательно. Не теряйте меня, те, кто волнуется. Сообщаю всем, что у меня всё очень хорошо. Вот, чего я, в общем-то, всем вам тоже желаю. Всем, друзья, удачи, здоровья. Берегите себя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok